Здравствуйте, мои дорогие. Книга «Я Алтон Джон». Интересно с тобой узнать биографию про Алтона Джона. Вот что я и пытаюсь сейчас прослушать. Интересно. Госпиталь Парк Ридж, Иллинойс, 10 августа 1990 года. Ты и я, мы прожили вместе 16 лет, и нам так часто было хорошо вместе. Но теперь пришло время рассказать тебе о моих истинных чувствах. Как же я любил тебя. Вначале мы были почти неразлучны. Мы часто встречались или у меня дома, или в гостях. Мы привязались друг к другу. Я уже не мог без тебя. Я верил, что мы прекрасная пара. Чёрту всё, что говорят другие. В нашу первую встречу ты словно выпустил на волю всё, что я в себе подавлял. Впервые в жизни я открыто говорил на любые темы. В тебе было нечто особенное. Какая-то магия, рушившая все мои барьеры, все границы. Ты подарил мне свободу. Я не ревновал, когда в тебя влюблялись другие. Наоборот, мне нравилось, что они тоже очарованы тобой. Теперь я понимаю, как глупо себя вёл, ведь ты совсем не заботился обо мне. Это была игра в одни ворота. Тебя волновало лишь одно. Как бы завлечь в свои сети больше людей? От любви к тебе страдала моя душа, болело тело. Оставленные тобой физические и душевные раны никогда не затянутся. Помнишь романтическую фразу? Я умру за тебя. Что ж, да, я едва не умер. Много раз мы расставались, но я всегда возвращался к тебе. Знал, что это ошибка. И всё равно возвращался. Когда рядом не оказывалось никого, кто мог бы меня утешить, хватало одного телефонного звонка, и ты тут же оказывался рядом в любое время дня и ночи. Ты не переставал удивлять меня. Я посылал за тобой автомобили, а иногда и самолёты. Всё, что угодно, лишь бы провести с тобой ещё несколько часов или дней. Наконец ты появлялся, и я снова сливался с тобой в экстазе. Мы общались с большими компаниями, оживлённо и шумно спорили о том, как изменить мир к лучшему. И, конечно, ничего не изменили. Но почему не поболтать об этом? Мы занимались сексом с людьми, которых едва знали, и на них нам было, в общем-то, наплевать. Не важно, кто это. Главное, что он сейчас со мной. Наутро они уходили, и я опять оставался один. И ты тоже исчезал. Я желал тебя так сильно и страстно, но тебя не было рядом. С тобой я становился уверенным в себе победителем. Без тебя превращался в маленького запуганного мальчика. Моей семье ты никогда не нравился. Говоря по правде, они ненавидели тебя за безграничную власть, которую ты имел надо мной. Ради тебя я отдалился от семьи и потерял многих друзей. Я хотел, чтобы они поняли всю глубину моих чувств к тебе. Но они не слушали меня. И тогда я злился и расстраивался до слёз. Мне было стыдно, что ты для меня важнее родных, ближе, чем моя кровь и плоть. Я думал только о нас с тобой. И в конце концов решил, что ты будешь только моим. Я больше не желал ни с кем тебя делить. Я просто хотел, чтобы мы были вдвоём, только ты и я. Но я не был счастлив, ведь ты полностью подчинил себе мою жизнь. Ты стал моим свингали. А теперь я подхожу к главному. Шестнадцать лет прошло, прежде чем я понял, что ты привёл меня в никуда. Я пытался вступать в отношения с другими, но рано или поздно втягивал в них и тебя. Я использовал людей в наших с тобой целях и не находил ни участия, ни любви. А чувства, которые я к ним испытывал, всегда были поверхностны. Я так устал от себя. Я себя возненавидел. Но недавно встретил человека, которому доверился и полюбил его. Он сказал мне, что в отношениях должны быть двое, а не трое. Благодаря ему я увидел, каким эгоцентриком стал. Он заставил меня задуматься о моей жизни, пересмотреть ценности. Время сейчас остановилось, и у меня есть возможность изменить свою жизнь. Я принимаю перемены со смирением и прощаюсь с тобой навсегда. Ты был моей шлюхой. Ты лишил меня разума и духовности. Не давал разобраться в том, кто же я есть на самом деле. Я не хочу лежать с тобой в одной могиле. Я собираюсь умереть естественной смертью, в мире и гармонии с собой. Остаток жизни я проживу честно, отвечая за последствия нашей связи, не прячась за звёздный статус. Но сейчас, после 16 лет, проведённых с тобой, я чувствую себя почти мёртвым. Ещё раз говорю тебе прощай, белая леди. Если нам доведётся встретиться, ты же не будешь скрывать, любишь пошататься по городу. Я даже не взгляну на тебя и немедленно уйду. Мы виделись слишком часто в последние годы. Меня тошнит от тебя. Так что победа за тобой. Я сдаюсь. За внимание спасибо, за остальное нет. Элтон. Как только я произнёс, мне нужна помощь, я почувствовал себя другим. Словно что-то снова вспыхнуло во мне. Свет, указывающий путь, но погаший давным-давно. Я знал, мне станет лучше. Но не всё оказалось так просто. Прежде всего, в Америке для меня никак не могли подобрать подходящую клинику. Большинство из них специализировались на одной зависимости, у меня же их было три. Кокаин, алкоголь, еда. Я не хотел, чтобы каждую лечили по отдельности. Это заняло бы очень много времени. Но, наконец, клиника нашлась. Увидев её, я сходу развернулся. Реабилитационный центр, в котором лечился Хью. Если помните, я назвал его грязной дырой. На самом деле был роскошный, расположенный в живописных окрестностях Таксона, с захватывающими дух видами на горы Санта-Каталина. Там был большой плавательный бассейн. Рядом с ним классы для занятий йогой. Мне же досталась обычная общая больница, лютеранский госпиталь в парк Ридже, пригороде Чикаго. Не похоже, чтобы там проводились йога-классы. Окна большого серого монолитного здания выходили на парковку торгового центра. Но со мной по-прежнему был Роберт Ки. И мне не хотелось выставить себя трусом. Он проводил меня в приёмное отделение, обнял на прощание и улетел в Англию. Я зарегистрировался под именем Джордж Кинг. Было 29 июля 1990 года. Мне сказали, что в палате у меня есть сосед. И я впал в тоску, пока его не увидел. Его звали Грег, он был гей, очень симпатичный. По крайней мере, в этом мрачном месте нашлось хоть что-то приятное глазу. Через шесть дней я выписался из больницы. Не то, чтобы там было так тяжело, хотя на самом деле да, было. Я не мог спать, лежал не смыкая глаз всю ночь в ожидании, когда в полседьмого зазвонит сигнал к подъёму. У меня начались панические атаки, перепады настроения. Не от хорошего к плохому, а от плохого к ужасному. Туман депрессии то ли дел, то становился гуще, но не рассеивался. Я чувствовал себя слабым, больным и совсем одиноким. Звонить по телефону. Проблемы большинства из нас, слабость и одиночество. Счастья, удачи, любви и успехов. До скорых встреч всем моим подписчикам. Пока-пока.